Привет, с вами Чехольница. Рассказ о фреске продолжается. До следующего дополнения я пришла ждать до 2013 года. По традиции в его состав вошли три модуля. Модуль номер 8, колокола. Уже на крапке мы видим, что в епископе появилось желание купить новые колокола. И удовольствие это, прямо скажем, не дешевое. Поэтому этот модуль предлагает вам стать спонсором, тупо покупая победные очки за деньги. Но не все так примитивно, как это звучит. Каждый игрок получает вот такой столбик, чтобы прийти на аудиенцию к епископу. А в каждом раунде открыта столько сертификатов, сколько игроков. Когда игрок приходит к епископу, он должен, это очень важно, купить один сертификат. А если игрок заплатит всю сумму, тогда он прячет сертификат за ширмой, как это делает зеленый игрок. Или в случае, если он не может заплатить все, тогда он оставляет этот сертификат перед ширмой и заплаченные деньги. То есть, он получает в этом случае одну победную очку за две монеты. Когда у игрока поступают деньги, он сперва должен доплатить недостаившую сумму, при этом он не получает победные очки, а потом он прячет этот сертификат за ширмой. Но это не все. В конце игры также подсчитываются вот эти золотые колокола. И по ним можно свидетельствовать, какие сертификаты более выгодны для концовки игры, а которые для получения победных очков сразу. Епископ распределяет эти победные очки за первое, второе и так далее места. При этом он сам участвует в конкурсе. Его сумма образовывает золотые колокола на купленных сертификатах. Если сумма золотых колоколов превышает 10, тогда вы также получаете несколько победных очков за вашу щедрость. По-моему, колокола это неплохой модуль, где вы можете прямо навредить другим игрокам, особенно если в этом раунде выставлены дорогие сертификаты, как в этом случае, за 10,7 монет. Я в таких случаях стараюсь избегать желания прийти к епископу на агенцию. А кому не повезло, в принципе, может лишиться частью следующего дохода. Девятый модуль. Настенная фреска. Вы можете восстановить фреску не только на потолке, но и на стене. Вот это отдельное поле, где 18 танов, также закрывает рисунок. В этом модуле используется также вот такой специальный столбик. И когда вы запланировали работу над восстановлением надземной фрески, тогда вы закрываете одно из базовых мест. Для этого вам придется привлечь одного помощника. Тогда игрок отдает один из кубиков краски. Тайл, который он хочет восстановить, он получает, как видите, 4 побед очка. За каждую краску сам тайл он собирает в себе. Потом переворачивает на другую сторону. Эти тайлы будут приносить доход в виде базовой краски в будущем. Кроме этого, один помощник, посещая мастерскую, также может обменять вот эти базовые тайлы на вот такие тайлы, которые получают, смешивая эти базовые краски. Но если ограничение, максимум возможен доход одной зеленой, фиолетовой или оранжевой краски. В принципе, надземная фреска тоже неплохой модуль. Очень похоже на второй модуль, о чем я рассказывал в другом видео. Плюсы девятого модуля в том, что раньше вы можете получить доходы в красках, чем во втором модуле, где это обычно будет где-то во второй половине игры. А если сравнивать с другими модулями этого дополнения, то да, может быть, не модуль. Надземная сена нравится меньше всего, и поэтому я сравнительно редко его использую. И последний, десятый модуль. Доктор. Мне очень нравится этот модуль. В принципе, ставлю его в один ряд с шестым модулем витражи. Но доктор, дальше кажется, чуть сложнее, поэтому, может быть, не всегда использую, хотя всегда предлагаю другим. Этот модуль отлично передает процесс инфицирования и методы борьбы с заражением. Тут много материала, поэтому разберем все по порядку. Суть этого модуля такова. После того, как игроки запланировали свои действия, открываются тайлы инфекции, потом он ставится на место, где будет происходить инфицирование. И когда все помощники в этом месте завершили свои действия, то один из них заболевает. Его обменивают на одного черного помощника. Свои помощники вы можете получить обратно, когда излечите его. Черные помощники могут работать, но в ограниченном объеме. К тому же, не могут посетить ряд мест. В принципе, это указано на этом специальном тайле помятки. То есть, не могут посетить рынок и театр. Также, те места, которые представлены столбиком, тоже не могут быть использованы черным помощником. Какие же ограничения есть? Ну, в принципе, тут на тайле все хорошо указано. Когда, например, в соборе епископ не перемещается, и степерезко восстанавливает больной помощник. Больной помощник не может работать рядом с епископом в радиусе одного сегмента, чтобы не заразить его преосвященством. В студии тоже больному помощнику поручают только рисование святых. Надо отдать одну краску, чтобы получить три монеты. А в мастерской у больного помощника только сил на смешивание красок один раз. Важно также отметить, что если больным помощником вместе работают здоровые помощники, как в этом случае в студии, то они все тоже заболевают. Им надо, наконец, поговорить о том, как можно вылечить своих помощников. Для этого надо использовать вот этот специальный столбик, чтобы посетить на рынке доктора и купить у него лекарства. В каждом раунде доктор предлагает разные лекарства. То есть эликсир зеленого цвета, разной емкости, а также малиновый сок. Когда все, которые запланировали посещение доктора, приходят к нему, они должны купить что-нибудь. Кроме случаев, когда у них нет денег. Когда игроку надо показывать, что у него нет денег. Каждая порция зеленого напитка действует исключительно на одного больного. Поменивается черный помощник на цвет игрока. Если остались какие неиспользованные порции бутылки, тогда они теряются. Малиновый сок только улучшает настроение. Плюс один в театре. Помощники принимают лекарства в конце раунда, когда уже посетили театр или другое место, закрывающее театр. Кстати, можно вылечиться автоматически. Если у игрока настроение испортилось, то он может отдать обратно больного помощника. Забота о своих помощниках учитывается и в конце игры. За каждого здорового помощника игрок получает 5 монет. Как я уже отметил, ранее Доктор один из моих любимых модулей. Да, в нем есть какая-то доля рандома, особенно в начале игры. Всего тут есть 9 таких тайлов. По 2 штуки каждого места, кроме театра. Плюс один тайл в такое же место. Но потом уже более-менее можно вероятно прогнозировать, где инфекция будет появляться или не будет появляться. Очень советую этот модуль, если вам нравятся такие кризисные модули. Фреска с такими модулями, как Витражи и Доктор, превращается в довольно серьезные евро. Есть над чем подумать. Если вкратце об этом дополнение, то тут один очень крутой модуль и два довольно хороших модуля. Вот такие размышления. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз.